Патриотизм, так же как и 9 мая, это настолько святой праздник, что тот, кто оденет на себя личину защитника патриотизма или 9 мая, он невольно становится как бы вне подозрений. Вот первый прием. Возглавь поток, если ты не можешь ему противостоять, и изврати его изнутри. Теперь второй прием манипуляции. Это относится к переписыванию истории. Здесь два есть метода. Можно в содержательном плане говорить не то, что было, а можно менять эмоциональное отношение к явлению, к событию. Когда я говорю, да, вот это было, но эмоционально мы к нему совершенно по-другому относимся. 24 июня 1945 года, когда был парад в честь победы, и вот там несли гвардейцы-красавцы фашистские знамена и штандарты, и они бросали к мавзолею. Мавзолей это символ той святости, той величества, стена, где могилы героев. Причем даже перед мавзолеем построили, насколько знаю, деревянные настилы с тем, чтобы не пачкать эту землю перед мавзолеем фашистскими стягами. И вот его окуклили в паршивые какие-то деревянные, загнали в коробку, подостроили скамейки, на которых, извините, задницы возвышаются над усыпальницами наших великих людей. И вот что еще трагично, я всегда смотрю с болью, как закрывают мавзолей. Это что ж творится в душе ветерана? Представляете, насколько мощная манипуляция, обработка? Он идет, и он же знает, что мавзолей это святое, а вместо этого стоят другие субъекты, которые как бы на себя переводят вот ту святость, которая связана со зданием, которое находится сзади них. Идет переписывание, то есть Путин переписывает историю, где главные победители вычеркиваются как несуществовавшие, и остается что-то вот такое. Это переписывание истории, переписывание эмоциональное, изменяется отношение человека к этому явлению. Третий прием. Лезть, подольстить людям и привлечь на свою сторону. Это еще от басен дедушки Крылова. Вот если что-то ласковое скажешь, то попадешь в просаг. Так вот, Путин обращается, теперь к кому он обращается? К советскому народу. Народ-победитель. А в начале Ельцин вообще про советский народ не говорил, он просто говорил, народ, какое это имеет отношение, партия, какое имеет отношение, Сталин. Народ победил, народ поднялся, и вот народу должна быть вся хвала. Сейчас Владимир Владимирович поумнее, он говорит, советский народ, советский народ-победитель. И мы воспринимаем это с радостью, а это лесть. Потому что, вот я количественно пытался оценить, кому принадлежит честь победы над фашистской сильнейшей, самой сильной буржуазной державой, самой сильной армией. Кто победил? И вот я выделяю трех исполнителей. Первое, примерно 30%, треть это народ. Его героизм, самопожертвование. Примерно треть это военное командование, это наша мудрость, наших офицеров во главе с генералиссимусом Сталином. К нему можно по-разному относиться к предшествующим годам. Но вторая мировая война, без Сталина, мне кажется, было бы очень сложно победить. Это примерно, суммарно 60%. А 40% это строй. Вот в войне на 40% мы победили, потому что у нас был строй другой. Там, где человек, несмотря на горы, страдания, переживания, но он чувствовал, я хозяин этой страны. Я защищаю свою родину, потому что я здесь шел, как хозяин необъятной родины. И, соответственно, попытка Путина свести все сейчас, вот советский народ, это не что, а подольстить ему, чтобы убрать двух других важнейших фигурантов той победы, которую мы одержали над фашистской Германией. Четвертый метод манипуляции – это сделать вас соучастниками преступной деятельности. Вот чтобы темные силы, как бы, минимизировать их восприятие как темных сил, он мягко забирает вас к себе, и вы начинаете вместе участвовать в этом процессе. И вот это как раз движение колонн и бессмертный полк во главе последнего. Возник-то он самостоятельно, как движение людских масс, а потом его взяли в обойму бюрократия, и уже Владимир Владимирович впереди. И фактически это единый процесс и президент, и народ, и движение по Красной площади ветеранов мимо Мавзолея, и то искажение сути победы, которое происходит, это же люди, вы подтверждаете, что да, вот он Путин стоит, вот его окружают его друзья, руководители, соратники. И как бы вы подтверждаете, что вы соучастники вот этой мистификации, которая на самом деле есть не что иное, как глумление. Вот фактически сейчас то, что происходит в праздновании 9 мая, это глумление над победой, над великим подвигом советского народа. Пятый метод. Его впервые открыл Троцкий и назвал метод амальгамы. Это если вы хотите что-то плохое сделать, и люди сразу поймут, что это плохое, и не будут этому следовать или отвергнут, тогда нужно это плохое вплавить в драгоценный металл, еще туда изумруды и алмазы, и отдавать людям берите золото, берите драгоценности, а там сзади вплавлен главный яд, который совершит свое черное дело. И вот эта амальгама проявляется в выносе флага победителя. И посмотрите, как меня всегда в ужас приводит смысл, который заложен в последовательности выноса знамен. Какое знамя должно идти первым? Знамя победителей. А какое идет сейчас? А сейчас идет стяг, и он, с одной стороны, да, это стяг, государственный символ, который надо уважать. Но память-то 9 мая, это не память сегодняшнего дня, это память прошлого. Поэтому тот стяг, который выносится, он от голоса к тому, что было тогда. А что это был за стяг, триколор, который сейчас идет впереди знамени победы, да еще одно время шел примерно метр где-то в пяти. А потом несли красное знамя. А это флаг, который, насколько мне известно, он использовался в Ласовской армии. Там отдельные какие-то структуры, мне сложно сейчас судить, но я точно знаю, этот флаг ассоциировался с нашими врагами. И вот посмотрите, какая дьявольская амальгама выносится, казалось бы, флаг победы, а на самом деле впереди деформация смыслов. Значит, флаг победы идет вслед за флагом предателей, которые противостояли Красной армии. Дальше, шестой принцип. Нужно попытаться поссорить, если вы обладаете определенной силой и за вами определенная какая-то информационная смысловая мощь, то нужно поссорить, найти среди вас разного взгляда людей с тем, чтобы их стравить. В том числе возвращаемся к 9 мая. Это же день победы советского народа. Это же день победы не РСФСР, а тем более не РФ. А РФ вот сейчас на себя напяливает тогу СССР и даже вот поправка к конституции. Мы преемники СССР. С какого перепугу? Мы всего лишь часть великой державы, которая называлась Советским Союзом. И победу перековали русские, украинцы, белорусы, таджики, киргизы, татары. А сейчас вот как бы сделано так, что будто бы мы, РФ, та страна, которая и победила. И вот я читал высказывание Лукашенко, по-моему, в прошлом году. Он говорил, мы всегда против переписывания истории. И мы всегда против тех махинаторов, которые пытаются исказить смысл. И я даже не предполагал, что нам придется обороняться от своих, которые приватизировали победу. Путин приватизировал победу, причем настолько, что он приглашает как бы в гости руководителей других бывших советских республик. Это искажение. И к нам отчасти не едут, потому что немногие любят Путина. И получается, что как бы они не участвуют в Дне Победы, потому что они против этого дня. На самом деле, вот хитрейшая манипуляция осознанием для того, чтобы поссорить вас по поводу того, в отношении чего все принимали равное участие. Вот это те семь основных принципов. Хотя на самом деле их еще много, но я сейчас все перечислять не буду. Я лишь на отдельных моментах сейчас установлюсь. В частности, для воинской части потеря знамени – это потеря чести. И часть, которая выходит из окружения, всегда знамя. Вот если ты знамя потерял, часть расформировывается. И вот смотрите, что сейчас сделали с нашими воинскими частями. Вот насколько это хитро было закручено. Ведь они сейчас идут 9 мая. Те же гвардейские, те же краснознаменные. А впереди театральные какие-то полотнища, совершенно не имеющие отношения. А их знамена, истинные знамена, отправлены в архив. Это вот отсюда теперь к офицерскому духу. Еще что? Присяга офицера – это святое. В любые годы тот, кто нарушает офицерскую присягу, он совершенно лишается чести и уважения среди товарищей. И вот кто сейчас главнокомандующий? Кто министр обороны? Кто многие наши высокие начальники генерального штаба? Ведь они приносили присягу и предали ее. А тот, кто, а я сейчас зачитаю, как она звучит, фрагменты. Торжественно клянусь, до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине, защищать ее мужественно, не щадя своей крови и самой жизни. Если же я нарушу этому торжественную присягу, то пусть меня постигнет всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Так путь их постигнет всеобщая ненависть и презрение трудящихся тех, кто предал свою офицерскую честь и родину. Я не буду останавливаться, может быть как-нибудь еще другие перечислим, но сейчас завершу тем, что я специально перечислил, вот есть понятие мягкая сила, она на самом деле очень сильная, очень мощная. И вот я перечислил сейчас те технологии использования мягкой силы против нас. Но я абсолютно уверен, что мощь духа и тех ценностей великих, которыми располагает этот народ, кому я имею счастье принадлежать, он многократно выше тех хитрых, там технологические повороты. А сила духа у нас, поэтому я обращаюсь к нам, дорогие друзья, в последующих наших встречах и передачах мы должны оснастить себя всей той мудростью, знанием всех тех ошибок. Почему взорвался Советский Союз, что произошло, куда дальше двигаться, где правые, где левые. Для того, чтобы оснастить нас всей той мощью духа русского человека и родственных с ним народов, образовавших когда-то великую державу. Для того, чтобы в конечном счете померить темные силы и приблизить для всего человечества приход того нового светлого общества и свободного, которое ждет от нас, я думаю, что в данном случае, ну не побоюсь преувеличить, все население планеты.